У семьи Фроловых восемь детей, трое своих и пятеро приемных. Живут они в небольшом частном доме, в котором уже совсем не хватает места на такую большую семью. Здесь вот на одном диване спит муж с двумя детьми. На втором диване здесь сплю я с маленьким ребеночком. Рядом еще одна маленькая комната, где спят девочки. Комнатка небольшая, здесь негде развернуться, но девчонкам, как говорится, хватает. Все мечтают о своих комнатах, чтобы у каждого комната была, чтобы они жили своей личной жизнью. Обедать приходится по очереди, всей семьей за маленьким столиком не уместиться. Поэтому Фроловы решили подарить своим детям больше личного пространства. Сделали большую пристройку к дому. Дом мы построили, обили пластиком второй этаж. Теперь нам остается первый этаж. Все это надо под гипсокартон утеплить полы, поставить лестницу на второй этаж. Второй этаж, как видите, нету еще ни потолка, ничего. Это все надо тоже утеплять. На все это нужны большие деньги, которых у семьи сейчас нет. В новой части дома еще надо провести отопление. Дети купаться ходят через холодный коридор. Строительство пока остановилось. Чтобы здесь была комната, тут была комната, чтобы детки все разместились. Комнат хватило всем. Здесь вот с другой стороны у нас будет чисто столовая, где будет стол большой и будет усаживаться вся семья. Эта нужда и привела семью Фроловых в город. Вадим Потомский обещал взять дело под личный контроль. Сколько? Восемь детей? Восемь. Из них пятеро приемных. Молодцы. Все, решим вопрос в середине ноября. Хорошо. Ладно? Вас пригласят. Все, раз в восемь дней вопрос. Хорошо. С начала года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило свыше восьми тысяч письменных обращений. На приемах по личным вопросам побывало 700 жителей региона. Все они уверены, что их обращение будет услышано. Если стучаться, не стучаться в закрытую дверь, то никто нет. Надо. Он же не может знать всех проблем и каждого. Пришли, обратились и я думаю, что поможет. Чтобы он всегда относился так к людям, как отнесся он к нашей семье. Большая ему за это благодарность. Уже скоро мы вновь приедем в гости к семье Фроловых, чтобы вместе с ними порадоваться решившейся проблеме. Анна Маричева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.